Бисмиллахи ррахману ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля расуле ллаху аля алиху ассаби ажмаин аммаба'ад. Начиная этот урок, хотелось бы напомнить о том, что знание упоминаемых нами этих правил очень важно. Проведем пример из Корана, который Ибн Хишам ррахимахуллах привел в своей книге «Катрунннада». Известно, что присоединение на конце глагола аль-мудари, огласованного местомением множественного числа женского рода нун, является одной из двух причин, из-за которых глаголы аль-мудари становятся мабди с неизменяемым окончанием. Для этого Ибн Хишам и привел в своей книге пример частью аэта «Илла ай-я'фууна». Он говорит «вуминху илла ай-я'фууна». К этому же виду, то есть к глаголу аль-мудари, который стал мабди с неизменяемым окончанием, относится и глагол «я'фууна» в айте «Илла ай-я'фуууна» «Если только они не простят». Однако кто же имеется в виду под словом «я'фуууна» «они простят»? Они простят мужчину, простят или женщину? Ведь мы узнали, что глаголи аль-накус недостаточному глаголи по модели яфуулю, чей слабой буквой на конце является буквовым. Так вот, в таком глаголе форма множественного числа женского рода и форма множественного числа мужского рода совпадает, как мы разъясняли раньше. «Я'фуууна» и «я'фуууна». Так вот, Ибн Хишам говорит, что здесь «илла ай-я'фуууна» – это форма женского рода. Почему? «Ли анна лвавы аслит», он говорит. Потому что «вау» здесь на конце – это коренная буква, корневая буква. «Ва хи вау афа я'фууу» – это «вау» глаголы афа я'фууу. «Валь фиууу мабдина аля с сукун или тисалих бин нун». А сам глагол «я'фууууу» здесь в данном случае с неизменяемым окончанием, так как к его окончанию на конце присоединилось в местомене множественных числа женского рода нун. «Ун нун фаалун мудмур». И этот нун, являющийся местомен, является фаалом, то есть действующим лицом в данном глаголе. «Айдун аляль муталякати» – местомене нун в этом глаголе возвращается к слову «аль муталякат», то есть «разведённая женщина». «Увознуху яфуууна». А «возн» – модель или, скажем, шаблон этого глагола – это «яфуууна». То есть в глаголе «яфуууу» в аете «вау» – это третья коренная буква, а «нун» – это местомене множественных числа женского рода. «Улейся хэза ка яфуууна фи каулика ар-ржали яфуууу» Глагол «яфуууу» здесь в аете «илля яфуууу» не похож на глагол «яфууууу» в твоих словах, например «ар-ржали яфуууу», то есть «мужчина прощает или простят». Почему? Потому что вау в примере ар-ржали яфууу является местоменем множественного числа мужского рода. «Каль вауу фи каулика якумуууу» – это местомене множественного числа мужского рода, подобно вауу в твоих словах якумуууу, они встают или выполняют. «Авау» являющаяся третьей коренной буквой, она удалена. «Унн» на конце глагола, здесь это признак состояния ар-ржал, признак изъявительного наклонения. «Увознуху яфуууууууу» А «возн», то есть моделью, шаблоном этого глагола является яфууууууууу, где «вау» – это местоменем множественного числа мужского рода. «Анун» – это признак состояния ар-ржал, то есть форма множественного числа в основе «изначально» было яфуууууу из-за трудности произношения огласовки дома над буквой «вау» ее огласовку удалили, что привело к встрече двух секунгов, двух секуонированных букв. Первый – это «вау», является окончанием глагола, то есть третьей коренной буквы, а второй «вау», это мясоимение множественного числа мужского рода, в результате чего первый «вау» удалили. И у нас осталось яфуууууууууу по модели яфуууууууууauth. Ибн Хишам говорит В подобном примере, то есть если бы здесь в аяте была форма множественного числа мужского рода, мы бы сказали То есть яфуна и яфуна Если после частицы ан, являющейся амиленнасп, фактором, который ставит глагол аль-мудар в состоянии аннасп, сослагатель наклонений Если после этой частицы, например, приходит глагол формы множественного числа мужского рода, то в этом случае нун на конце этого глагола удаляется И это удаление является признаком состояния аннасп, например, хум яфуна в состоянии аррофа и ай яфу или лай яфу в состоянии аннасп с удаленным нуном А если после частицы аннасп приходит форма глагола множественного числа женского рода, то в этом случае нун на конце глагола не удаляется Так как это местомение множественного числа женского рода, а местомение удалять нельзя Иначе яфуна в состоянии арроф и ай яфуна в состоянии аннасп Как мы видим, форма женского рода яфуна не претерпела никаких изменений, его нун не удалили, так как это местомение глаголов в этом случае считается магний с неизменяемым окончанием Разобранный нами пример из Корана и ля ай яфуна наглядно показывает важность изучаемых нами правил, морфологии и синтаксиса ассарфа и аннахв Ведь как мы узнали, что перед нами здесь в айте форма множественного числа женского рода, а не множественного числа мужского рода Так как если бы это была форма множественного числа мужского рода, мы бы увидели, как нун был бы удален Раз этого не произошло, мы понимаем, что перед нами форма женского рода, нун на конце которой не удаляется, так как это местомение множественного числа женского рода Аллаху а'лам.